Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости РФЦНЕФ» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня в выпуске. Все обязательства выполнены полностью. В РФЦНЕФ прошла конференция по итогам выполнения обязательств кол-договора за 2018 год. Лазерная физика и технологии. В РФЦНЕФ открылась 12-я Всероссийская школа для студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов. Атомкемп. В лагере имени Гайдара ядерный центр провел первую профильную смену для детей работников предприятий атомной отрасли. 20 июня в Центре культуры и досуга РФЦНЕФ состоялась конференция работников по итогам выполнения обязательств коллективного договора за 2018 год. В ее работе приняли участие руководители ядерного центра, председатели профсоюзных комитетов подразделений, представители совета ветеранов и совета молодых ученых и специалистов, а также руководители органов местного самоуправления. Подробности далее. Более 300 делегатов трудового коллектива ядерного центра в НЕФ приняли участие в работе конференции. С докладами об итогах работы с 2018 год со стороны работодателя выступил Юрий Минович Якимов, со стороны работников Иван Александрович Никитин. Оба докладчика представили фактические данные об успешной производственной деятельности предприятия. Работы по гособоронзаказу выполнены на 100%. О занятости работников и работе с кадрами. За 2018 год в ядерный центр было трудоустроено более 570 человек. Об охране и оплате труда, о гарантийных и компенсационных выплатах, социальных гарантиях. Коллективный договор для сотрудников ядерного центра, да и любого предприятия, это своего рода конституция, в котором прописаны практически все необходимые житейские и рабочие моменты. И, конечно, опять же можно говорить, что у нас социальный пакет в нашем ядерном центре – один из самых мощных в атомной отрасли. И это не просто слова. Расходы на социальную программу в прошлом году составили более 900 миллионов рублей. Коллективный договор, заключенный в 2016 году на три года, продлен до 1 января 2021 года. Он охватывает более 21,5 тысячи человек и около 10,5 тысяч неработающих пенсионеров. Средний доход сотрудников ядерного центра по сравнению с 2017 годом вырос более чем на 5%. Трудоустроено 236 молодых специалистов по 65 специальностям. В ходе конференции в комиссию по колдоговору поступил ряд вопросов от сотрудников, а также предложений по разным направлениям деятельности предприятия. Одним из важных стал вопрос от представителей многодетных семей о возвращении этой категории бесплатного питания в школах. После отмены бесплатного питания Федеральный ядерный центр вместе с профсоюзом «Квартал» держал его за счет различного рода источников. Сейчас, я думаю, что с 1 сентября по бесплатному питанию многодетным семьям, которые работают в УНЕФе, я думаю, что нам надо эту проблему порешать, подумать, какие затраты и как найти источники для их реализации. Поэтому вот это предложение я попрошу конференцию поддержать. Как отметил директор Федснеф Валентин Костюков, коллективный договор и социальные программы – уникальное преимущество ядерного центра. В институте созданы все условия для их выполнения. И эта задача наряду с реализацией стратегии развития Федснеф является ключевой. Колдоговор ядерного центра – это внушительный документ с 18 приложениями, где прописаны основные льготы работников ядерного центра, а теперь еще и работников НИИС имени Седакова, который в прошлом году присоединился к РФЦНЕФ. И несмотря на то, что в колдоговор были внесены изменения с учетом лучших практик и в НИИС, обеим сторонам еще есть над чем работать. Выступил многодетный отец. У нас таких семей 31 или 34, вот так. Мы вот тоже задумываемся над этим вопросом, как им поконкретнее помогать. Буквально поадресно. РФЦНЕФ традиционно становится победителем и призером всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». По итогам 2018 года ядерный центр занял второе место в номинации за участие в решении социальных проблем территорий и развитии корпоративной благотворительности. Как социально ответственное предприятие, РФЦНЕФ способствует развитию территории присутствия. Также в завершении конференции прошло традиционное чествование передовиков производства. В этот раз награждали лауреатов и номинантов конкурса «Человек года Росатома-2018». Одним из тех, кто в этот вечер получил долгожданную награду, стал Александр Горелов. Он и его коллеги заняли третье место на дивизионном уровне и были награждены специальной номинацией гендиректора госкорпорации «Команда года». На самом деле на той задаче, которую мы решали, трудились большие коллективы двух заводов и нашего отделения. Основное, что мы сделали, мы сделали радиационный блок защиты реактора для транспортно-энергетического модуля, разработчиком которого является «Росатом». По итогам конференции было принято решение, что обязательства ядерного центра по выполнению коллективного договора с 2018 год признаны выполненными в полном объеме. За это единогласно проголосовали все 300 делегатов, присутствующих в зале. В РФИАЦ ВНЕФ открылась 12-я Всероссийская школа для студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов. В этом году участниками стали более 100 физиков из различных регионов нашей страны. В течение четырех дней на базе отдыха «Гайдар» они прослушают лекции ведущих специалистов атомной отрасли и представят свои доклады об исследованиях в области лазерной физики и лазерных технологий. РФИАЦ ВНЕФ – лидер России по созданию лазерных систем. В рамках Всероссийской школы по лазерной физике и лазерным технологиям он делится своими знаниями и компетенциями со студентами, аспирантами и молодыми специалистами. На базе детского оздоровительного лагеря «Гайдар» участники будут слушать лекции ведущих российских ученых и представлять свои наработки в этом направлении. Мы стараемся пригласить сюда молодежь, интересующаяся наукой, из различных институтов, учреждений России. Мы стараемся пригласить лекторов, известных с мировым именем, известным в России, академикам, докторам и просто талантливым людям. Цель школы неизменна уже несколько лет. Активизация и деятельность специалистов в области лазерной физики, применение лазеров, а также обучение молодых ученых некоторым тонким аспектам лазерной науки, которые не преподают в институте. Перспективы здесь такие, что они получают некие ориентиры. Ну что, полезно посмотреть, а вообще какие люди, как они себя ведут, как у них мыслят на темы, которые обсуждаются. И сами темы, они дают некие ориентиры. Тематика школы традиционна. Это мощные лазеры, в том числе лазеры ультракороткой длительности импульсов, лазерный термоядерный синтез, нелинейная оптика, методы трансформации лазерных пучков, физика горячей и плотной плазмы, технологическое и медицинское применение лазеров. Мы приглашаем выдающихся ученых и специалистов со всей страны, которые с удовольствием приезжают и выступают со своими докладами, достижениями, делятся своим жизненным, научным, трудовым опытом с молодыми ребятами. Александр Ушаков стал уже постоянным участником Всероссийской школы. Несколько лет подряд приезжал слушать лекции, еще будучи студентом. Он считает, что участие в мероприятиях в рамках Всероссийской школы дает молодым ученым возможность реализовать свои идеи в области лазерных технологий. Я думаю, что основной вклад посвящен тому, что молодые ребята приезжают и впервые пробуют свои силы на этой школе, потому что даже на моем личном опыте были многие ребята, с которыми мы приезжали, они вообще, у них это был опыт первого доклада на этой школе. А спустя там уже несколько лет они уже приезжают, как уже либо состоявшиеся, либо уже развивающиеся научные специалисты и сильно поднимают свою квалификацию. Многие из тех, кто слушал лекции в качестве студентов или молодых специалистов, теперь сами выступают с научными докладами. Они представляют свои исследования в области лазерной физики, а также в качестве экспертов оценивают работы аспирантов. Для лекторов, наверное, это возможность донести материалы, с которым они работают, для молодых масс, скажем так, которые смогут этим более детально увлечься, заинтересоваться каким-то образом и, возможно, даже перейти к дальнейшему сотрудничеству. Были случаи, когда ребята приезжают сюда студентами, в дальнейшем приходили к нам, например, в институт, в аспирантуру. География участников расширяется с каждым годом. За всю историю школы в ней принимали участие студенты и молодые ученые от Урала до западных границ нашей страны. В этом году более 40 человек приехали из других регионов, чтобы расширить свои знания в области лазерной физики. Здесь конференция является более общей, то есть я бы сказал, что она позволяет молодым специалистам, которые еще далеко не в теме изучаемых направлений, вникнуться глубже и попытаться для себя понять, какое именно дальше направление исследования они для себя предпринимут. То есть я думаю, что здесь конференция носит именно характер больше общеучебно-обозреваемый, чем вот такой профильно специализированный. Помимо лекций ученых с мировым именем, за 4 дня участники школы посетят лазерные установки и музей ядерного оружия. Заключительным мероприятием станет награждение участников. РФИАЦ ВНИФ по инициативе Департамента кадровой политики Госкорпорации «Росатом» успешно реализовал новый проект специализированной образовательной программы в условиях детского лагеря. Со 2 по 22 июня на базе детского оздоровительного лагеря имени Гайдара ядерный центр провел первую профильную смену для детей работников предприятий атомной отрасли. Участниками стали 163 подростка в возрасте от 12 до 16 лет. РФИАЦ ВНИФ сделал все возможное для того, чтобы первая специализированная смена в лагере имени Гайдара прошла для детей сотрудников предприятий атомной отрасли с пользой. Этому способствовала окружающая ребят природы Солнечной Мордовии. Обновленная инфраструктура лагеря и грамотно подобранная команда. Ребят обучали по специализированной образовательной программе «Росатома Атомкэмп». Их педагогами и наставниками стали преподаватели, имеющие опыт участия в подобных проектах. С их помощью дети получили новые знания по киберфизике, робототехнике, инженерному прототипированию и 3D-проектированию. Развили прикладные навыки в сфере науки и техники и креативное мышление. Это уникальная возможность здесь побывать и знания весомые и окажут весомое значение моей жизни, я считаю. На самом деле все навыки важны в жизни, они пригодятся. Мне кажется, я чуть-чуть научился программировать, более усовершенствовав свои навыки. Помимо занятий, организаторы старались наполнить интересными мероприятиями каждую минуту пребывания детей в лагере. Для этого РФАЦ «Внеев» подобрал команду грамотных педагогов и вожатых. Ребята участвовали во всех отрядных и лагерных культурных мероприятиях. Большой акцент был сделан и на спортивное развитие детей. Здесь постоянно проходили спортивные мероприятия. Мы очень часто ходили в бассейн. Сегодня, например, играли в футбол вожатые против сборной лагеря. Играли в теннис, шашки, шахматы. Очень много мероприятий проходило спортивных. Кроме этого, смена дала возможность познакомиться с ребятами из других городов. Детей специально не стали разбивать на отряды по месту жительства, а перемешали между собой тех, кто приехал из Сарову, Удомли, Курчатова, Соснового Бора и других мест. Принцип был такой, чтобы дружили дети, чтобы общались. Мы ездили на экскурсии в Саров и в музей ядерного оружия, и по серафимовским местам. Большое впечатление на ребят это все произвело. Особенно ребята из города Курчатов, когда подвели их к доске и сказали, что Курчатов начинал, стоял во главе проекта и так далее. Но вот это сплотило тоже ребят. На сплочение команды был направлен и турнир по «Что, где, когда» игре «Брейн и ринг», который провели сотрудники РФИАС внеев, участники клуба ЧГК в Сарове. На первом этапе детей разбили на несколько команд. Ведущий задавал вопрос, после чего давалось минуты на обсуждение. На мой взгляд, большая проблема даже не просто школы, а всего отечественного образования, что люди должны учиться в нем поодиночке. То есть нет навыка работы в команде. А здесь как раз именно это очень важно. Для того, чтобы правильно ответить, не обязательно было обладать обширными знаниями в разных сферах науки и искусства. Вопросы были направлены скорее на умение находить некую логику. Лучше всех со спортивным ЧГК справилась команда «Дети Русатома», в состав которой вошли участники Сарова, Нововоронежа и Курчатова. Я считаю, что эти мероприятия нужны для сплочения коллектива и, может, для заведения новых друзей. Ну и как раз факты можно узнать из жизни других знаменитых людей. Затем участников турнира ждал «Брейн и ринг». В отличие от спортивного ЧГК, на этом этапе надо было опередить своего соперника, быстрее нажать заветную кнопку и выдать правильный ответ. Команда Ирины Сафатовой лишь немногим уступила соперникам, которыми руководила саровчанка Мария Головина. Последний день пребывания в лагере был наполнен предвкушением от встречи с родителями и грустью от того, что три недели полные знаний, новых знакомств, смеха и веселья подошли к концу. Дети разъезжались по домам, наполненные радостными впечатлениями и бесценным опытом. Все супер, все класс, впечатления просто шикарные. Очень добрые впечатления оставила после себя смены. Мне очень понравилась программа, которую нам предоставила Росатом. Было очень интересно, увлекательно. Мы делали проекты, потом и защитили. Также было очень много знакомств новых. Это были самые яркие впечатления, по моему мнению. Я многому научилась здесь, ходила на всякие занятия. Дол имени Гайдара стал первой площадкой для проведения новой специализированной образовательной программы. Вторая смена пройдет в лагере АО «Концерн Росэнергоатом. Дружба» в Новом Воронеже. Третья в подмосковном лагере «Искорка» в НИА имени Духова. Участниками также будут дети работников предприятий атомной отрасли. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.внеф.ру и в эфире канала «16» каждый четверг в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин